Уклонисты не смогут занимать посты на государственной службе в течение 10 лет. Соответствующий закон подписал президент страны Владимир Путин. Как говорится в документе, в том случае, если руководителю предприятия станет известно о том, что его сотрудник незаконно уклонился от службы в армии, его необходимо официально отстранить от службы. Уведомление об увольнении нужно выслать в военный комиссариат в течение 10 дней. Согласно другому закону, также подписанному Владимиром Путиным, ужесточается уголовное наказание за производство нелицензионного алкоголя и подделку акцизных марок. Теперь производителю нелегального спиртного грозит штраф от 2 до 3 миллионов рублей, либо лишение свободы на срок до 3 лет. Производство избыт поддельных акцизов карается штрафом от 300 тысяч до полумиллиона, либо тюремным сроком до 8 лет. Не исключено, что уже в следующем году россиян освободят от поверки счетчиков водоснабжения. Правда, произойдет это только в том случае, если эксперимент по внедрению процедуры централизованной поверки счетчиков окажется успешным. Авторы проекта уверены, данная система сведет к нулю случаи мошенничества, такие как навязывание услуг сомнительными компаниями. Резкое ухудшение погодных условий ожидается в Татарстане 28 июля. По сообщению пресс-службы МЧС Республики, в течение дня возможны грозы и сильный порывистый ветер до 20 метров в секунду. В случае непогоды спасатели настоятельно рекомендуют не находиться рядом с рекламными щитами, линиями электропередач, деревьями. По данным на 26 июля, Татарстан занимает четвертую строчку по объему произведенных в этом году тепличных овощей. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства страны. Наша республика в этом показателе уступила лишь Краснодарскому краю, Ставропольскому краю и Башкортостану.